здравствуйте здравствуйте друзья сегодня в эфире я нина петровская отлично друзья очень рада вас сегодня приветствовать у нас вот такой вот совсем летний сюжет коктейль яркий мы конечно его не будем прорисовывать прямо детально будет больше как скетч но все же попробуем показать эффект стекла и попробуем изобразить вот эти фрукты которые плавают коктейли отлично спасибо все хорошо замечательно очень рада всех видеть надеюсь что вы все подготовили так как сюжет довольно не сложный то в принципе его можно изобразить абсолютно абсолютно на любой бумаге и любыми акварельными красками можно работать я специально не стала вас ограничивать у меня бумагах они мюли экспрессион если кто-то еще будет спрашивать из новоприбывших если вам не трудно кто смотрит сначала вы пожалуйста им пишите в комментариях потому что я не смогу во первых повторять много раз одно и то же во вторых не смогу постоянно отвлекаться на комментарии иначе боюсь что качество работы пострадает и краски разных брендов если какой-то вопрос именно по материалам можно мне потом написать в директ и мы выясним с вами все подробности пожалуйста задавайте вопросы по процессу комментарии мне видно хорошо я постараюсь следить но могу что-то упустить также у нас был фон такой феномен пропадающих комментариев когда люди пишут комментарии а у меня он не высвечивается такое тоже бывает если вам актуально и вас серьезный какой-то вопрос пишите в директ все с вами обсудим договорились и итак я сегодня не планировала делать заливку фона прям целиком поэтому не крепила лист к планшету вы можете закрепить если привыкли и вам удобно я крепить не буду поработаем сосредоточимся именно на вот этом интересном эффекте плавающих фруктов а фон я думаю что вы справитесь и без меня зальете его без проблем как вам будет нужно как вы захотите и так я специально взяла довольно простой ракурс чтобы нам они тратить много времени на эллипсы что здесь можно сделать во первых не допускать того чтобы какие-то объекты слишком близко подступали краям листа я где-то наверное здесь закончу бокальчик по высоте также по фото референсу видно на что свет падает отсюда и со освещенной стороны хорошо если мы оставим больше мест это именно в академическом подходе приветствуется то есть отсюда здесь больше места здесь меньше здесь у нас еще есть веточка которая направлена в сторону света и это будет очень здорово если мы с вами оставим с левой стороны если смотреть на листа больше места чем справа и я нам нужно дать запасы вверху для трубочки и для веточек мяты чтобы они тоже хорошо поместились поэтому я вот где-то так размещу бокал то есть внизу у нас никаких элементов нет если мы добавлять не будем то оставляем так вверху оставляем больше места и теперь очень удобно строить бокала через ось и какую-либо посуду поэтому здесь если провести ось она по центру листа практически расположена по центру фото мы ее чуть больше сместим вправо как хорошо что листья не крепила очень удобно будет сегодня строить и теперь я замеряю вот это расстояние от оси ось смещаем чуть чуть вправо от центра я замеряю это расстояние его же откладываю внизу и его же можно добавить посередине вот как-то так и проводим ось вы можете пользоваться линейкой если у вас задача сделать красивый скетч и не тренировать руку пожалуйста не мучайтесь получайте удовольствие но хорошо если будете тренировать все же это вам поможет более уверенно рисовать дальнейшем итак теперь нам нужно простроить пропорции бокала чисто теоретически бокал может быть абсолютно разным он может быть абсолютно разной формы и вытянутым может быть приземистым поэтому чисто теоретически и вы можете не сохранять все пропорции построить свой собственный бокал это никак не возбраняется и мы можем взять за основу вот этот диаметр вверху посмотреть сколько раз он откладывается так все увеличилось сколько раз он откладывается бокале примерно три раза поэтому мы делим нашу ось на три части примерно на глаз не обязательно линейкой мерить и высчитывать на калькуляторе и эту треть откладываем здесь мы откладываем на глаз и потом проверяем действительно ли треть соответствует третьей высоты ну я чуть-чуть пошире сделала это не страшно но немножко подправлю проверяем 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 соответствует ли вверху ширина ширине вот этой выпуклой части примерно до примерно до соответствует часа лишние отметки уберу чтобы они не смущали я у меня глазомер конечно развит хорошо но вы тоже можете проверять и вот эти расстояния по краям от осевой линии смотрите чтобы они везде были одинаковыми вот это действительно важно и я если провести горизонтальную ось через вот эти узики выпуклой части будем называть их пузиками то можно посмотреть что это ось окажется чуть ниже середины бокала где-то здесь опять же на глаз смотрим вот у нас еще одна ось и вот она вот наше же расстояние тут и осталось ширины примерно так основание бокала немножко меньше можете сравнить тоже пропорциями построить на мой опять же на глаз сделаем такой вот скелетик у нас вырисовывается из этого скелетика мы как правило начинаем строить все все сюжеты связанные с посудой дальше мы можем посмотреть сколько какую часть занимает вот эта часть вот это основание вместе с ножкой с красивой и считаем вот раз откладывается два три четыре четверть делим пополам делим половину нижнюю еще пополам вот у нас получилось высота чаши бокала мы можем где-то задать узкую часть бокала тоже можно промерить пропорциями мы следим чтобы чтобы оси были перпендикулярны четко под 90 градусов и следим чтобы вот эта часть равнялась этой примерно я немножко тороплюсь могу скривить если вы рисуете в записи у вас больше времени пожалуйста вы можете чуть больше времени посвятить построению и более точно выстроить и теперь мы можем простроить этих поперечных осей довольно много столько сколько нам нужно то есть можно любые ключевые точки рассчитать по этой схеме но я для экономии опять же времени чтобы эфир у нас не растянулся часа на три я могу это кстати провернуть но это будет тяжело вам мы пойдем довольно в таком бодром темпе в бодреньком темпе пойдем чтобы не растягивать сильно и изогнутыми линиями на глаз мы отстраиваем обе половины сравниваем друг с другом сейчас еще посмотрим как они смотрятся примерно вместе плюс-минус попали ли мы форму мне кажется хорошо целом все хорошо и потихонечку вот эти штрихи которыми мы набирали форму мы убираем причесываем их и выстраиваем в одну линию выстраиваем в одну линию и аккуратненько выравниваем мы могли немножко не попасть форму это не страшно чуть-чуть я здесь расширю мне хочется здесь попухлее сделать вот примерно так в акварель и построению лучше уделить максимум внимания потому что поправить мы уже не сможем чем точнее мы отстроим в карандаше тем лучше будет итоговая работа не ленитесь перерисовывать как вам слышно наши сельские сельские звуки и песни петуха слышно ли вам они не способствуют конечно гламурному коктейлю это все обстановки но тем не менее ощущение лета добавляют чем я стираю линии это ластик это такой механический ластик вот там стержень из ластика такая штука мне очень нравится потому что не пачкает пальцы не пачкает бумагу очень удобно довольно простая дешевая штука да вроде бы получилось проверяем я могу немножко скривить что-то из-за 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 того что тороплюсь верхушечку мы чуть-чуть скруглим все-таки или здесь не идеально устраивается в линию немножко такой скругленный но все равно дальней части мы особенно не видим по-хорошему нам тогда надо было и дальнюю часть эллипс прорисовать но так комментарии я стараюсь следить поэтому и немножко сделала паузу но вроде бы ничего такого запись должна сохраниться на и gtv так что вы сможете пересмотреть порисовать под построить но это довольно простой сюжет для пострахения если честно посмотрим что у нас здесь за форма такая интересная не рассматривала еще до эфира такой интересный интересная такая фигура шестиугольник но неправильной формы даже не знаю стоит ли его строить давайте мы не будем его строить представим что что там типа цилиндра что-то наговорились иначе мы с вами закопаемся совсем эти края будут параллельны друг другу и снова они приходят к оси проверяем расстояние и мы измеряли по нижнему краю эллипса это расстояние но и в принципе неважно вместились ли мы до нижнего края и нет вы можете продлить его вниз если вдруг что-то не поместилось а можете остановиться в тех же пропорциях здесь уже не эллипса а именно приподнимается вот эта плоскость она не абсолютно горизонтально и следите чтобы здесь у нас была некая толщинка чтобы эллипс не заканчивалась остреньким краем есть тоже что-то вроде какого-то эллипса и вот так вот выводим в принципе все я чуть-чуть сейчас подотру лишние линии вы можете отрисовать как получилось там кривизна какая-то в скетчинге допустим это приемлемое явление поэтому не переживайте моя цель именно этого мастер-класса это отработка технических моментов связанных с изображением стекла связано с изображением вот этой жидкости интересны и сводим все штрихи в одну линию подравниваем можно посмотреть издалека хорошо видны ошибки можно сфотографировать на смартфон на фото тоже такое удивительные прием когда на фото тоже видны ошибки все по построению и так далее я портреты люблю фотографировать немножко здесь от оси уехала здесь расширим капельку и теперь продолжаем выстраиваем все остальное у нас есть давайте начнем с с левой стороны чтобы не пачкать не затирать бумагу нас есть только лимончика здесь на такая немножко согнутая поэтому форма неправильно это то что нам и нужно не нужно ничего не достраивать на глаз изображаем в лимончике воткнутые воткнута веточка мяты отрисовываем листочки как вы видите здесь неважно попасть точно здесь нас никто не улечит каких-то построение всех прочих делах поэтому рисуем как умеем так здесь у нас клубничка клубничка есть что-то типа льда здесь какой-то кусочек у нас прилип здесь клубничка так здесь у нас заканчивается жидкость жидкость выстраивается практически в линию поэтому мы особо не отрисовываю чем и трубочка опять же можем ее изогнуть как нам хочется и так далее трубочка погружается в жидкости и там уже не видно чем она заканчивается теперь мы отрисовываем крупная форма внутри бокала здесь у нас торчит лед кусок кусочек льда есть клубничка давайте с отремлений построения их нужно стирать когда мы уже убедились что все ровненько мы сумели изобразить все стерли лишнее можно подстереть какие-то жирные линии чтобы они не выглядывали из-под краски и не грязнили нам работу вот примерно так и продолжаем 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 здесь нас клубничка здесь что-то тоже красное главное нам отрисовать именно контрастные какие-то формы если у нас листочек еще один и очень конечно хорошо если у вас будет бумага которая выдерживает послойную акварель если такого возможности нет то технически лучше идти каким-то другим способом если последующий слой не размывает другой это наш вариант то что нам нужно отрисовываем еще дольку дальний край пропадает где-то в глубине бокала потом у нас клубничка тут торчит принципе все какие-то мелочи я не вижу смысла отрисовывать можно показать здесь льдинку одну динку вторую не на этом остановиться резких бликов у нас также нет они есть но довольно мягкие и это мы будем учитывать уже потом стекле есть бликующие части вот здесь мы изобразим ее чтобы не забыть где-то здесь у нас закончится бокал все остальное оставляем но что друзья по моему классный получился бокал можно переходить краскам вытираем все жирные линии все линии которые неуверенные штрихами выстроены сводим в одну убираем следы от ластика я убираю reference потому что уже он не помещается мне неудобно будет рисовать reference можно найти в посте в этом профиля и в моем профиле в stories можно найти профиль не на петровская можно найти в stories а здесь дадут скетч пост где дома со шляпкой в шляпке там можно в карусели найти этот reference если вдруг его потеряли я убираю reference из кадра потому что уже не смогу все-все держать в одном месте сейчас попробую поставить планшет чтобы было видно что было все видно так все готово ну что готова продолжать кисти подойдут в принципе любые если у вас есть белка если синтетика этого достаточно у меня здесь под рукой колонок разных размеров всякие белочка есть я сейчас занимаюсь с нам ботаникой поэтому меня колонок под рукой его можно в этом сюжете смело заменять синтетикой сейчас я промоу кисти но мне в чем-то голубом запачкана чтобы ну что поехали поехали моим как бы это странно не казалось мы начнем с прорисовки фруктов фруктов внизу давайте все-таки здесь хоть и матовый блик но все равно его немножко отрисуем я так смотрю мне кажется что надо может мы сделаем его чуть более глянца и это еще усилит эффект стекла вот этот запотевший эффект запотевшего стекла мы прорисовывать не будем друзья это это за гранью возможного в эфире то есть этом этим можно заниматься самостоятельно в своем темпе но в эфире это будет нереально сложно уложить какой-то отрезок и так можно взять синтетику я возьму колоночек выкраску цветов даже не знаю стоит ли делать давайте попробуем сейчас я найду свой тренировочный блокнот и покажу какие цвета могут пригодиться и для тех технических штук которые я хочу провернуть нужно нужны будут прозрачные краски если литра палитра чтобы вас не смущать а вы пока доделываете рисунок карандашный вот так все готово так продолжаем давайте сделаем выкраску возможно вам так легче будет подобрать из вашего набора цвета сейчас я открою чистый лист какой-нибудь вот этот например и попрашиваю мне понадобится желтый цвет желтенький также я возьму розовый желтый с розовым дадут как раз эффект вот этой прозрачности я довольно яркий этот красно персиковый оттенок поэтому я возьму думаю что оперу буду смешивать желтым с оранжевым и пусть еще под рукой мне не будет bright rose у меня есть палитры если у вас нет такого обилия розовых не беда возьмите какой-нибудь один который подходит если нет вообще розовых палитре возьмите холодный красный сейчас покажу какой также я возьму оранжевый чтобы сделать сюжет максимально ярким таким сочным тропическим такие да по ощущения лучше брать именно чистые краски и смешивать их не так сильно друг с другом чтобы цвета получились интенсивными итак вот красный теплый я возьму красный средний но он кстати кроющий довольно посмотрим как он ляжет нашу схему и можно взять холодный красный это кармин от ван гог мою палитру можно увидеть закрепленных stories моем профиль не на петровска там все есть все названия цветов можете там посмотреть дальше что возьмем возьмем зелень разную возьму я вот такую тепленькую и холодненькую что вполне логично салатовый и холодный зеленый но не изумрудный он такой немножко приглушенный что еще возьмем 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 можно взять я возьму royal blue это такой разбеленный ультрамарин можно заменить ультрамарином либо ультрамарин добавить немножко белил из вашего набора если они есть как вы хотите и возьмем ультрамарин пусть будет потом возьму сепию для темных участков и наверное все это все что мне понадобится может быть часть что-то из коричневых еще добавлю сепия сепия при смешении с ультрамарином дает приятный серый этим серым мы будем с вами изображать стекло и я теперь давайте может быть что-то красно-коричневое возьмем мне так и называется красный я забыла какой как именно красно не помню название такой не случайно попал этот тюбик мне дали тест что ли давно или подарили я уже забыла очень не цвет понравился тюбик до сих пор лежит расход маленький поэтому не помню название вот такой перечень я буду использовать примерно могу что-то менять в процессе буду озвучивать вам постараться чтобы не запутались итак а мы идем дальше и такой интересный момент когда мы сейчас выкрасим все внутренности все внутренности бокала мы возьмем теплый красный средний красный немножко начиная с теплого заполним клубничку это же пятно вливаем более холодный так и по краю нас опять оранжевый пока вся эта история не высохла добавляем немножко тень и оставляем сохнуть дальше что мы делаем берем оранжевый стеклом красным и вокруг льда вокруг кусочка льда здесь практически вокруг клубники здесь тоже кусочек льда мы делаем такую заливочку теплым оттенком вот так здесь можно внизу размазать немножко так вот увести в градиент спрашивает эфир сохранится да иначе тебе подгружу если все пойдет по плану я делаю по сухому но если вам сложно ровное пятно проложить по сухому делайте по мокрому это не беда что мы сделаем дальше возьмем розовенький чуть-чуть желтого или разбавьте водой какой-нибудь красный и слегка пройдемся по краю блика таким вот нежно персиковым оттенком промывая кисть и если успевает то хорошо бы сделать градиент смягчив край у пятна внутренний край делаем мягким дальше потихонечку собираем все элементы которые внутри бокала находится с тепленьким и светлым чуть-чуть холодного добавлю пусть он чуть-чуть затечет на блик не беда пусть перемешать перемешается чуть-чуть вот с растертым бликом и ближе к правому краю затемняем и внизу делаем холодный все в единое пятно если у вас ровно не перетекает краска не беда здесь это не так важно здесь формы такие сами по себе прерывистые неровные если что-то лежит не так как хотелось бы ничего страшно это будет все равно это будет намекать на форму листьев не плавают в бокале там какие-то искажения вот так и здесь тоже вот так пусть пока листочки сохнут что мы сделаем дальше давайте прокрасим темным вот это пятно по нижней границе во первых выложим сразу какой-нибудь голубой я возьму royal blue вы можете взять ultramarine что такое градиент градиент это плавный переход цвета от либо цвета к белому либо от одного цвета к другому такой плавный ровно ровный переход я сразу выложу на палитру royal blue и замешаю интенсивно красный для нижнего пятна начну с royal blue и выкрашу нижний край на блик стараюсь не заходить пойду его вокруг с ним еще поработаем внимательно тут нас лимончик на лимончик не заходим если зашли салфеточкой убрали лишние и затем тепленький красный больше берем все сохнет быстро очень жарко у меня не примуть очень жарко немножко солнечной стороны у меня стол обычно я сажусь работать сюда после обеда сейчас просто просто очень жарко очень душно погода такая я тянем пятно слева направо вливая оттенки вот так более теплые 5 по краю и опять здесь идет рефлекс от белого от белого пространства которое вокруг находится рефлекс это отражение отражение то есть вот это белая белый контекст который на фото у нас отражается в бокале особенно внизу характерно это отражение потому что по бокам не так близко эти плоскости находится оставляем так подсыхать мы вернемся к верхней части пока здесь внизу все сохнет так не пропустить до время я так часто увлекаюсь и забываю про время возьму оранжевый даже наверно с красную начну красным подойду клубнички обойду кусочек льда тут нас еще кусочек льда 1 сторону блика опять мы растираем пятно и маленький кусочек льда тоже обходим а там у нас что-то зеленое еще есть но подсохнет добавим и зелени туда так блик оставим чтобы эффект освещения не терять блик нам поможет зрителю объяснить форму объяснить состояние предмета дальше 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 идем я смачиваю кисть и слегка увлажняем стык блика и лимончика или это апельсин наверное лимон кажется что лимон беру беру теплый красный вдоль смоченную пятна провожу заливку все делаю по сухому у меня небольшой формат кажется 25 на 18 я отрезала от большого листа примерно такой получился у меня кусочек поэтому по сухому не сложно честно сказать работать и сглаживать эти пятна тоже не сложно вот так примерно так берем желтенький там кстати он такой немножко зеленцой мы не будем сильно зеленцу давать это может дать грязь при следующих этапах желтеньким заполняем корку корку лимончика одну здесь пока не трогаем сохнет все что со льдом со льдом не трогаем оставим это потом мы все зальем возьмем холодный красный и здесь у нас есть кубничка я попробуем отрисовать она может быть размоется потом ну ну да ладно ничего страшного потом мы вернем на место темные пятна пока мы не будем трогать единственное что хочется добавить мы в конце сделаем потому что сейчас уже скоро уже скоро будем проворачивать один интересный прием которым я попозже расскажу так пока оставлю интригу договорились идем дальше пусть это все сохнет подсыхает хотя здесь надо когда подсохнет чуть-чуть еще лимончик один сделаем корочку покроем пока все подсыхает я возьму royal blue можно взять ультрамарин можно взять и то и другое сепий намешаю такой холодненький серый нужно у него розовый добавить чтобы ухолоднить и если у нас стекло или вода и стекло такое не пустое которое просвечивает а во всей толще у нас стекло да то она как она переворачивает изображение именно поэтому у нас с освещенной стороны стекло темная вышла стеневой светлый оставляем блик смотрим на референс это все можно прорисовать карандашом но будет грязь если досконально прорисовывать поэтому я просто прокладываю пятна краски которые похожи по форме то что происходит референс и за тотал повторением мы здесь не гонимся это такой веселый больше такой стиль не классический подход не живопись тюрмот классический больше иллюстрация там больше вольностей у нас больше возможностей можно что-то как-то переделать подредактировать без ущерба для сюжета и раз уж мы взялись за основание в основании таких ярких бликов нет кроме как в толще поэтому мы делаем легкую заливку серую по низу оставляя несколько миллиметров особенно справа белой бумаги это блик будет у нас пусть подсыхает мы пойдем вверх разводим довольно сильно водой наш серый оттенок если у вас вода в емкости запачкалась не поленитесь поменять так это интересно конечно но лучше идти от светлого к темному поэтому сначала все таки легким раствором серого пройдемся пройдемся по поверхности стекла над жидкостью которую вот тоже пусть подсыхает можно пока заняться лимончиком и заполнить так там нас кожура такая двуслойная поехала по всей толщине примерно так что делаем дальше предлагаю внешнюю часть отрисовать потом можно конечно заняться лимончиком но все остальное у нас довольно темная чтобы лимончик подсыхал нужно его заполнить и пусть и пусть он отдыхает так скажем примерно так ну что готовы к ответственному этапу такой эффект который мы сейчас провернем хорошо его делать именно беличьей кисточкой она мягкая не размажет сильно всю эту историю мы возьмем мы возьмем желтый лучше это не кадмий будет какой-то более прозрачный желтый с розовым раз почище сделаю замески это сейчас вытру грязноват получилось беру белочку той кистью который буду работать желтый набираю набираю чистый розовенький классная такая прозрачная смесь получается ярко побольше нужно раствора белка видите все впитала сразу в себя нам нужно еще довольно большую плоскость покрыть вот такой растворчик взяли нужно где-то побольше воды в какую-то часть добавить и поехали блик не трогаем правую часть тоже особенно не трогая берем и заливка проходимся прямо по всему что нарисовали валяйте кисточка очень мягко наносит краску и чуть-чуть смягчим здесь крым ну как вам фокус так вам фокус нравится это свойство акварели и такое да прозрачно ложится на бумагу и мы можем изображать что-то сквозь слой воды вот таким вот способом вот эти контрастные пятна которые мы нанесли мы взяли и заливочка смягчили ли получился такой эффект что фрукты нас погружены в воду какие-то темные акценты лучше делать уже потом даже та бумага которая хорошо держит слои на ней вот интенсивные пятна вот такие как здесь клубника еще более темные они будут размываться сильно вот в той мере как мы нанесли они размылись слегка и это то что нам нужно и придется оставить темные пятна под конец такой вот прием что у нас там со временем время еще есть время есть давайте минуток пять еще мы с вами поработаем сделаем заливки пусть вокальчик сохнет я возьму зеленый салатовый такой оттенок могу прям белкой кстати работать и сейчас заполню листочки это пока она сохнет все внизу белка непривычно слишком для меня мягко сейчас возьму колонок потрачу краску здесь из не куланок обратно более холодный оттенок замешаю и Примерно так. Просто мы делаем заливку. Да, вот вопрос ожидаемый. Что за бумага? Я пока не слишком занята, поэтому отвечу сама. Это Ханемюля Экспрэшн. Это хлопок, но довольно бюджетный, относительно этих фабричных вариантов. Дальше трубочка. Теплый и желтый замешиваем. Прорисовываем трубочку. Пока не высохла, мы можем положить тень по правой стороне, чтобы она немножко объемной выглядела. Чуть-чуть разбавим больше водой. И вот за стеклом выполним заливочку трубочки. Она чуть посветлее и слой голубого, точнее светло-серого, который мы прокладывали, он еще избивает насыщенность. Давайте еще детали сделаем, пока время есть. Я боюсь просто пропустить этот волшебный момент, когда закончится время эфира. Мне хочется, чтобы все сохранилось. Я возьму карминовый, добавлю сепию. Не буду слишком грязно делать эту часть. Сделаю заливку клубнички такой спелой. Для затемнения немножко фиолетового добавлю. Внизу. Вот здесь. Разбавляем всю эту историю водой посильней. И там, где стекло чуть-чуть перекрывает, мы тоже делаем заливку клубнички. По краю у нас толщина стекла увеличивается и здесь такой проблеск остается, как будто разрезана клубника на две части. А там у нас кусочек льда, поэтому вот так мы и оставляем. Дальше какой-то небольшой кусочек здесь у нас виднеется. Чуть-чуть здесь. Предлагаю сделать перерыв, друзья. В следующей части где-то, я думаю, что мы в полчаса точно ложимся. Мы продолжаем наш прямой эфир. Сейчас вторая часть прямого эфира и мы будем доделывать наш бокал с коктейлем с летним. Идем дальше. Прорисовываем детали. Логично пойти сверху вниз. Давайте начнем тогда с листочков. Почему сверху вниз, чтобы не затереть невысохшие слои. Происк поближе, пожалуйста. Мне не сложно. Пока я не начала работу, могу показать поближе, что получилось. Фокус вроде бы есть. Пожалуйста. Итак, мы идем дальше. Теперь проработаем детали. Добавим теней. Холодные и зеленые я взяла. Некоторые пятна будут отличаться от референса. Не пугайтесь, это нормально. У нас нет задачи сделать копию с фотографией. Что-то будет по-другому. Это хорошо. И прожилки. Это у нас не ботаника, поэтому прожилки я тоже прорисовывать не буду. Центральную только немножко покажу и все. Остальное посмотрим, как сделаем. Можно даже верхнюю половинку больше желтым пройтись по ней. Пусть подсыхает листочек. И опять же добавляем тени. Если я пропустила комментарии, либо продублируйте, либо потом в директе обсудим. Не так очень быстро уходит вверх. А я все-таки пока работаю, не могу наблюдать. Добавляем теней. Более концентрированную краску берем. Добавляем деталей, фактуры. Довольно схематично прописываем. Если у вас есть желание и время прорисовать более детально наш сюжет, пожалуйста. Я вас не ограничиваю. Немножко красного добавлю и веточку изображу. Примерно так. У нас есть более тепленький краешек. Здесь торчит. Его заполним. И пока он не высох, тоже в нем дадим немножко теней. Здесь капельку намекнем на прожилки какие-то и фактуру. Но они прорисовывать не будем. Здесь тоже самое. Чуть-чуть намекнем, что у нас что-то тут есть. Но детально не будем изображать. Желтенький. Долечки прорисовываем. Тут немного рефлекс идет от зелени. То есть зеленый немножко отражается в лимоне. Это нормально. Чуть-чуть намекнем, что здесь у нас какие-то есть дольки. И в принципе можно пока наставить все как есть здесь. Берем голубой. Здесь прорисовываем лед. Сквозь лед что-то тоже там просвечивает от клубники, которые наверху. Примерно так. В этой полоске очень хорошо бы показать тенюшки. Особенно к правому краю. И здесь. А здесь у нас просвечивает клубничка. Дальше. Дальше. Дальше у нас лед. Лед вот здесь у нас лежит. Чуть-чуть тоже на него падает рефлекс. Вот так. И потихонечку продолжаем детализацию. Те пятна, которые мы еще не успели восстановить, мы их делаем. Сейчас возьму кисть потоньше. Можно сразу на этой клубничке проложить зернышки. Здесь вверху тоже хочется будет тень дать на клубнике. Примерно так. Показать, что тут все-таки стекло у нас какое-то. Дальше берем сепию. Рисовываем семечки на поверхности клубнички. Не только сами, а еще впадины, тени. Теплый красный акценты вдоль стекла дадим. И покажем что-то там, что находится внутри, но непонятно какой это форма. Оно нам дает просто глубину и какие-то пятна, которые разбавляют ровный слой. Если бы у нас этих пятен не было. Примерно так. Опять вопросы про запись. Да, запись сохранится в IGTV. Также берем салатовый. Здесь добавляем зелень. Здесь какие-то у нас просвечивают листочки мяты, которые внутри. В тех листочках, которые в бокале добавляем тоже акцентов. Листочки мяты. Примерно так. Расставляем какие-то еще пятна, их проще разглядеть на референсе, чем пояснять. Поэтому внимание на референс, пожалуйста. По краям бокала у нас темненькие пятна. Здесь холодные, здесь теплые пошли. Даже где-то желтые. Берем карминовый, немножко сепии. Я повернул, с вашего позволения, очень удачно лист сегодня не закреплен, обычно закрепляю для съемок, чтобы с кадра не уходил. Сегодня зато удобно под рукой все, можно крутить лист как угодно. И здесь уже размываем внешний край, но не пускаем краску за границы бокала. С внутренней стороны красным поддерживаем это пятно. И размываем вот так, по-моему классно получается, мне нравится. Здесь теплые пятна, добавим их чтобы смягчить переход. Темные акценты внизу тоже здесь присутствуют. Вот так. Вот так. Прорисуем дольки. И фактически у нас осталось совсем немного, чтобы доработать наш сюжет. Уже довольно объемный получился бокал. Ищем пятна темные. Здесь в самом референсе и композиция, и баланс цветов все хорошо, потом можно повторять. Добавляем темные пятна, которые еще не добавили. Может быть даже голубого добавить что-то, чтобы не всем затянуть. Здесь какие-то тоже листочки проглядывают. Семечки тут. Осталось, наверное, немножко фактуры на листочках дать. Темные акценты какие-то. И в принципе именно содержимое у нас получилось хорошо. Акценты. Чтобы показать что-то листочки у нас. Как-то так. Еще мелкие темные пятна, которых нам еще не хватает. По краю тоже тут рефлексики есть отражение. Вот так. Я думаю, что с содержимым все. Возьмемся за стекло. Осталось чуть-чуть доделать стекло. И мы тогда с этим сюжетом будем заканчивать. Внизу еще у нас что-то есть, отражается. Темное и красное и разных оттенков. Делаем. На ножки тоже даем какие-то темные акценты. Берем ультрамарин в сепии или royal blue у меня. Я его возьму в сепии. У нас получилось примерно три тональности. Это блик, который мы оставили белым. Это заливка, которой мы обошли блик в первом этапе. И сейчас мы наносим темные пятна, которые дадут темные акценты как раз. И вот, пожалуйста, получилось объемное стекло. Я думаю, что все. Так, смотрим, чего еще не хватает нам для полного счастья. Для полного счастья нам не хватает объема верхней клубнички. Она в тени и довольно спелая. Поэтому мы возьмем темный оттенок и чуть-чуть еще порисуем на ней пятна. Примерно так. И чуть-чуть пятна под стеклом, но уже более деликатные, не такие контрастные. Затем край. Край бокала. Здесь дадим холодный акцент. Здесь дадим рефлекс от лимончиком. Лимончику сделаем торцевую часть, которую еще не успели сделать. Ищем, смотрим, что еще хочется добавить. Розовенький. В блике тоже полутона сделаем, чтобы он не был совсем скучный. Примерно так. Вот. В принципе все. Можно похулиганить теперь. Будем хулиганить скажите. Хулиганить будем сегодня или нет? Хулиганить. Хотите хулиганить или не хотите? Мне кажется надо. Это скучно. Скучно. С хулиганством жить. Да. Будем обязательно. Я беру чистую кисть. Желательно взять чистую воду, но я уже не буду менять. Некогда уже. Желтую краску. Уперу в нее. Уперу. И погнали. С едой наброск вообще фантастически смотрится. И наброск это то, что нам даст живое такое ощущение. Если капли не падают в то место, куда вам нужно, можно их нарисовать там. Также можно мелкие добавить. Добавить немножко желтых капель. Они сейчас смотрятся темными. Когда высохнут, будут светлее выглядеть. И давайте парочку зеленых добавим. Для контраста, как говорится. Также можно какие-то надписи еще добавлять. Но мы здесь и не планировали их делать. Поэтому не оставили свободного места. Но можно вписать что-то веселенькое. Ну что, друзья. На этом я закончу свой хулиганский мастер-класс на этой веселой ноте. У меня есть несколько уроков на платформе Doodle&Sketch. Я очень вас приглашаю посмотреть эти уроки. И есть серия уроков про натюрморты как раз. Где-то мы разбираем основы объема и какие-то технические приемы для того, чтобы писать натюрморты. Пожалуйста, буду рада видеть вас среди учеников. Приходите. Да, подуть тоже можно. Через соломинку можно. Но мы не будем сегодня это делать. У меня нет с собой соломинки под рукой. Буду рада видеть вас среди учеников. Желаю хорошего дня. Запись сохранится. Можно пересмотреть, порисовать, получить удовольствие. Желаю вам хорошего дня и всего доброго. Продолжение следует...